На этой конференции мы видели освобождение от призваний некоторых верных братьев, и мы поддержали призвание других. В этих изменениях, столь привычных в церкви, мы не делаем шаг вниз, когда нас освобождают, и не делаем шаг вверх, когда нас призывают. В служении Господу не бывает вверх или вниз. Есть только вперед или назад. И это зависит от того, как мы принимаем призвания и действуем, когда нас освобождают или призывают. Однажды я приседательствовал на собрании, где освобождали от призвания молодого президента Колла, который замечательно служил в течение девяти лет. Когда он радовался своему освобождению от призвания и новому поручению, которое они с женой только что получили, их призвали руководителями ясельной группы в своем приходе. Только в нашей церкви такое изменение рассматривается как равноценное. Выступая на конференции для женщин, Линда Бертон, президент Общества Милосердия, сказала, «Мы надеемся привить внутри каждой из нас глубокое стремление лучше понимать священство. Это необходимо каждому из нас. И я покажу это, говоря о ключах и власти священства». Поскольку эти темы одинаково важны и для мужчин, и для женщин, я рад, что эти слушания транслируются и публикуются для всех членов Церкви. Сила священства благословляет всех нас. Ключи священства направляют женщин, так же, как и мужчин. Таинство и власть священства принадлежат женщинам, так же, как и мужчинам. Президент Джозеф Ф. Смит так описал священство. «Это сила Божья, переданная человеку, с которой он может действовать на земле от имени Отца и Сына и Святого Духа для спасения рода человеческого». Другие руководители учили нас, что священство — это самая великая сила на земле. Это сила, которой была сотворена земля. Священное Писание учит нас, что это же самое священство, которое было в начале, будет так же и при конце мира. Таким образом, священство — это сила, благодаря которой мы воскреснем и войдем в жизнь вечную. Понимание, которое мы ищем, начинается с понимания ключей священства. Ключи священства — это власть, которую Бог дал носителям священства, чтобы они могли направлять применение Его священства на земле, управлять и руководить этой работой. Каждое действие или таинство, совершаемое в церкви, делается с прямого или косвенного одобрения того, кто держит ключи для этих действий. Как объяснял старейшина М. Рассел Баллард, те, кто обладают ключами священства, буквально открывают возможность всем, кто преданно служит или трудится под их руководством, применять власть священства и иметь доступ к силе священства. Контролируя использование власти священства, ключи священства выполняют как расширяющую, так и ограничивающую функцию. Они расширяют, делая власть и благословение священства доступными для всех детей Бога. Они ограничивают, определяя тех, кому будет дана власть священства, кто будет иметь его чины и как будут дароваться его права и силы. Например, человек, владеющий священством, не может передать свой чин или власть другому, если он не уполномочен тем, кто держит ключи. Без этой санкции посвящение будет недействительным. Это объясняет, почему носитель священства независимо от чина, не может посвятить члена своей семьи или прислуживать причастие в своем собственном доме без санкции того, кто держит соответствующие ключи. За исключением той священной работы, которую сестры выполняют в храме под руководством ключей, которые держит президент храма, что объясню позже, только тот, кто владеет чином священства, может выполнять таинства священства. И все одобренные таинства священства внесены в анналы церкви. «В конечном счете все ключи священства держит Господь, Иисус Христос, чьим священство и является». Он тот, кто определяет, какие ключи делегировать смертным, и как эти ключи будут использоваться. Мы привыкли думать, что все ключи священства были дарованы Джозефу Смиту в храме в Киртланде, но в священных писаниях говорится, что ему были дарованы только ключи этого устроения. Много лет назад на Генеральной конференции президент Спенсер Кимбл напомнил нам, что есть и другие ключи священства, которые не были даны человеку на земле, включая ключи сотворения и воскресения. Божественная природа ограничений, наложенных на применение ключей священства, объясняет существенное различие между решениями по вопросам управления Церковью и вопросам, касающимся священства. Первое президентство и Совет Первого президентства и Кворум 12, председательствующие над Церковью, наделены властью принимать множество решений, влияющих на политику и процедуры в Церкви, например, местоположение церковных зданий и возраст миссионерского служения. Но даже несмотря на то, что эти председательствующие должностные лица держат и используют все ключи, данные человеку в этом устроении, они не свободны изменять установленный небесами порядок. в соответствии с которым только мужчины могут иметь чины в священстве. Теперь я подхожу к теме власти священства. Я начну с трех принципов, которые мы только что обсудили. Первое священство — это сила Бога, переданная человеку, чтобы действовать для спасения семьи человеческой. Второе власть священства управляется носителями священства, которые владеют ключами священства. И третье. Поскольку в Священных Писаниях говорится, что все другие власти и личины в Церкви являются придатками к этому мелхиседекову священству, все, что делается под руководством этих ключей священства, делается с властью священства. Каким образом это применимо к женщинам? В своем обращении к обществу милосердия президент Джозеф Филдинг Смит, будучи тогда президентом Кворума 12 апостолов, сказал, «Несмотря на то, что сестрам не дано священство, оно не даровано им. Это не значит, что Господь не дал им власть. Человек может иметь власть, данную ему, или, если это сестра, то ей, чтобы делать определенные вещи в Церкви, которые связаны с нашим спасением и абсолютно необходимы для Него, такие, как, например, работа, которую делают наши сестры в Доме Господа. Они имеют власть, данную им, чтобы вершить великие и чудесные дела, священные для Господа, и такие же необходимые, как и благословения, даваемые мужчинами, мужчинами-носителями священства». В этом известном выступлении президент Смит вновь и вновь говорил, что женщинам дана власть. Женщинам, он сказал, «Вы можете говорить с властью, потому что Господь возложил на вас власть». Он также сказал, что обществу милосердия дана сила и власть делать великое. Их работа вершится с божественной властью. Конец цитаты. И, конечно же, работа в Церкви, которая делается женщинами или мужчинами в храме или это, или в приходах, делается под руководством тех, кто держит ключи священства. Таким образом, говоря об обществе милосердия, президент Смит объяснил, «Господь дал им великую организацию, где у них есть власть служить под руководством епископов-приходов, заботясь об интересах нашего народа, как духовных, так и мирских». Конец цитаты. И так воистину сказано, что для женщин общество милосердия — это не просто класс, но что-то, к чему они принадлежат, учрежденный Богом предаток священства. Мы не привыкли говорить о том, что женщины имеют власть священства в своих церковных призваниях. Но какая же другая власть это может быть? Когда женщину, молодую или старую, рукополагают, чтобы проповедовать Евангелие как миссионерку полного дня, ей дается власть священства, чтобы выполнять функции священства. То же самое справедливо, и когда женщину рукополагают, чтобы действовать в качестве служителя или учителя в церковной организации под руководством того, кто держит ключи священства. Кто бы ни действовал в чине или призвании, полученными от того, кто держит ключи священства, этот человек будет использовать власть священства в выполнении порученных ему обязанностей. Тот, кто применяет власть священства, должен забыть о своих правах и сконцентрироваться на своих обязанностях. Этот принцип должен действовать в обществе в целом. Известный русский писатель Александр Солженицын сказал, «Настало время защищать не столько человеческие права, сколько человеческие обязанности». Святые последних дней несомненно признают, что вопрос достижения возвышения — это вопрос не отстаивания прав, а выполнения обязанностей. Господь указал, что только мужчины будут посвящаться в чины священства. Но, как многие руководители церкви подчеркивали, мужчины — это не священство. Мужчины являются носителями священства со священным долгом использовать его для благословения всех детей Бога. Величайшая сила, которую Бог дал своим сыновьям, не может использоваться без напарничества его дочерей, потому что только своим дочерям Бог дал силу создавать тела, чтобы Божий замысел и великий план могли осуществиться. Это слова президента Рубена Кларка. Он продолжал, «Таково место наших жен и матерей в вечном плане». Они не являются носителями священства. Они не связаны долгом выполнять функции священства. Также они не обременены его обязанностями. Они — строители и организаторы под его силой. Они — участники его благословений, владеющие полнотой сил священства и обладающие ролью, также дарованные Богом и такой же значимой вечности, как и само священство. Конец цитаты. Этими вдохновенными словами президент Кларк говорил о семье. Как сказано в обращении «Семья во звание к миру», «Отец председательствует над семьей. У него и у матери разные обязанности, но они должны помогать друг другу как равные». За несколько лет до появления документа «Семья во звание к миру» президент Спенсер Кимбл дал это вдохновенное объяснение. Говоря о браке как о партнерстве, давайте будем считать брак полным партнерством. Мы не хотим, чтобы наши женщины, святые последних дней, были молчаливыми или ограниченными в правах партнерами в этой вечной миссии. Прошу вас быть полезными и полноценными партнерами. Конец цитаты. В глазах Бога и в церкви, и в семье женщины и мужчины равны и имеют разные обязанности. Я заканчиваю выступление некоторыми истинами о благословениях священства. В отличие от ключей и посвящения в священство, благословения священства доступны и женщинам, и мужчинам на одинаковых условиях. Дар Святого Духа и благословение храма хорошие примеры этой истины. В своем великом выступлении в ходе недели образования в университете Бригама-Янга прошлым летом старейшина Эмм Рассел Баллард дал следующее учение. Согласно учению нашей церкви, мужчины и женщины равны, но отличаются друг от друга. Бог не считает ни один из полов лучше или ценнее другого. Когда мужчины и женщины идут в храм, и те и другие получают обличение одной и той же силой — силой священства. Доступ к силе и благословениям священства возможен для всех детей Божьих. Конец цитаты. Я свидетельствую о силе и благословениях священства Божьего, равнодоступного для Его сыновей и дочерей. Я свидетельствую о священстве, которое действует во всех чинах и мероприятиях Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Я свидетельствую о предписанном Богом действии ключей священства, которое держит и использует во всей полноте наш пророк и президент Томас С. Монсон. И, наконец, самое главное, я свидетельствую о нашем Господе и Спасителе, Иисусе Христе, Которому принадлежит это священство и чьими слугами мы являемся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok